Мне задали вопрос, почему иногда коньячные дома свою продукцию называют бренди, а не коньяк, хотя они имеют право на своих этикетках писать слово когнак. И я в этом видео постараюсь ответить на этот вопрос. А заодно продегустируем бренди от коньячного дома ГАДЭ, который называется Regal Pride XO, по-русски звучит более интересно, как королевская гордость. Покупал я его в магазине Отдохни в конце ноября, и стоила она тогда по акции 950 рублей. Но сегодня я зашел на сайт Отдохни, и немножко по другой акции, она стоит 1350 за 0,7. Итак, давайте нальем бокал и продолжим. За новогодние праздники гости у меня немножко выпили его, поэтому осталось в бутылке совсем немного, но нам даже это на руку бренди хорошенько продышался. Итак, почему же нельзя называть это когнак, а называют это бренди? Потому что коньячные дома иногда хотят тоже удешевить свою продукцию, чтобы она... Ну что, всем же нравится, когда ты покупаешь что-то дешевое, но вкусное. Вот и они тоже хотят сделать что-то дешевое, но вкусное. Но тогда им приходится отступить от коньячной технологии производства. А если они отступают от коньячной технологии производства, то они не имеют права назвать свою продукцию когнак. Так что же здесь с этим бренди не так? Почему его назвали бренди, а не коньяк? Итак, во-первых, здесь написано XO, но выдержка не 10 лет, как в коньяке, а написано 5 лет, но в некоторых источниках я тоже встречал, что выдержка данного бренди всего 3 года. То есть они сделали, изменили технологию производства так, что при выдержке 3-5 лет этот бренди по вкусу, ароматике стал похож на коньяк 10-летней выдержки. То есть не добавляя никаких искусственных ароматизаторов, просто изменяя что-то в технологии. Что они могли изменить, чтобы так получилось? Во-первых, они взяли другие сорта винограда, более ароматные. То есть здесь сорта винограда Гренаж и Айрон. Давайте сразу начнем дегустировать. Цвет у коньяка. То есть цвет подкрасили как XO, то есть цвет такой чайной заварки. Некоторые называют его еще старое золото. Аромат. Аромат немного спиртуозный. Почему спиртуозный аромат? Во-первых, потому что выдержка была меньше по годам. А во-вторых, данные бренди сделали, чтобы удешевить этот напиток. Сделали на колонне тарельчатого типа. То есть не потребовалась двойная какая-то перегонка на аламбике шаранского типа. А просто выгнали сразу нужный процент алкоголя. И потом поместили уже этот напиток в бочке. Также подогнали этот напиток под XO. Что они сделали? Вернее, чем он пахнет? Он пахнет сильно специями. В специях здесь кардамон, корица, душистый перец. Но вот во всех бренди, которые хотят сделать похожими на коньяк, на старый коньяк, всегда эти специи идут с такой аптечной нотой. Здесь вот аптечной нотой идет пустырник. Плюс карамельный ванильный сладость. Есть отголоски старой мебели. Но такое подозрение, что чуть-чуть пахнет дубовой стружкой. То есть, возможно, могли в бочку добавить чуть-чуть дубовой стружки. Или долить воды, настойной на дубовой стружке. То есть, удешевляют, упрощают технологию. Давайте вкус. Вкус жгучий. Во вкусе тоже какая-то аптечная микстура. Бальзамность. И сильная сладость. То есть, обычно, когда коньяки очень сильно выдержанные, просто происходит химическая реакция, и они становятся такие на вкус сладковатые. И здесь тоже добавили сахар. То есть, здесь можно, в коньяке нельзя много сахара добавить, а здесь можно сахара добавить побольше. И для чего же делают этот коньяк? Как его пьют? За границей тоже есть люди, которые хотят что-то выпить дешевенькое и не заморачиваться. Так вот. Этот бренди пьют просто из бокалов. То есть, берут простой стакан, наливают в него бренди. Можно пить чистым. Можно добавить лед. Можно его добавить, какие-то сделать. На основе этого бренди какой-то коктейль. В послевкусии намек на шоколад. Какая-то карамель. То есть, у нас получился недорогой напиток. Недорогой напиток. Но, в принципе, чем-то похожий на коньяк Иксо, коньяк Иксо, с сильной ароматикой и с сильным вкусом. То есть, если его разбавить льдом, разбавить какими-то другими напитками, там, колой, чем угодно, то этот бренди не потеряется. Ваше здоровье! Сегодня старый Новый год. За вас, ребята! Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. И вот к теме того, что коньяк постепенно пили, я его пробовал только что открытым. И попробовал вот сейчас. И скажу, что напиток очень сильно и быстро деградирует. То есть, если вы покупаете бренди, какое-то недорогое, если переводить в Тару 05, то он примерно будет стоить, как наши коньяки КВ. Так что его сразу... Ну, старайтесь побыстрее выпить. Не храните его долго где-то в шкафу. Поставьте его на кухню. Поставьте его гостям на стол. Вот примерно так.